Оля родилась с диагнозом детский церебральный паралич. Изначально она совершенно не двигалась, месяц лежала под капельницами, а врачи делали самые неутешительные прогнозы. Сейчас девочке 14 лет. Она может передвигаться на коляске, учиться в школе, посещает различные секции и даже научилась немного ходить. Врачи говорили, что надежды нет, что ребенок выживет, потому что она очень была тяжелая. Но она боролась, она хотела жить, и все-таки мы эту победили, выжили. И мы занимаемся, мы ходим на плавание, ходим в театральный кружок. Все достижения Оли по большей степени случились благодаря ее маме. Если бы женщина послушала врачей и сама перестала бы бороться, то таких результатов девочка никогда бы не достигла. Но Валентина не опустила руки с самого начала и не унывает по сей день, хотя проблем с каждым днем не становится меньше. Сейчас только в Кустанайской области более 20 тысяч детей с особыми потребностями. Но несмотря на то, что существуют различные государственные программы по улучшению условий для инвалидов, каждый день дети с ограниченными возможностями и их родители сталкиваются с проблемами, многие из которых самостоятельно они решить зачастую просто не в силах. По факту все эти дети остаются для общества просто невидимыми. Если мы берем всех детей с одинаковыми возможностями, с одинаковыми правами, то, допустим, у детей и сирот есть свои лагеря. Все дети уезжают летом в лагерь и проводят все лето в лесу. Это замечательно. У нас есть коммерческие лагеря, куда приезжают просто здоровые дети. У нас проводятся лагеря для одаренных детей. Это все прекрасно. Но у нас как-то выпали дети-инвалиды, которые никуда не могут съездить. И если в год на организацию летнего отдыха выделяется 200 миллионов, ну это в среднем где-то так, из областного бюджета, то на детей-инвалидов в среднем выделяется миллион деньги. Понимаете, да? Будучи молодым, Алексей работал в пионерских лагерях. С его слов, он уже тогда задавался вопросом, где отдыхают дети, которые ограничены физически. Мы сделали такой пробный шаг. Мы начали организовывать лагеря выходного дня. Когда к нам приезжали на один день, дети, родители проводили в лесу один день. Мы им там делали программу. И мы начали понимать, насколько это востребовано. Люди к нам ехали целыми автобусами. На тот момент отдых для особенных детей спонсировало посольство Финляндии. И когда ты больше начинаешь в какой-то проблеме крутиться, ты понимаешь, что целый пласт людей, которые как-то остались так в стороне. Вот. Следующим шагом нашим стало это организация палаточных лагерей. У нас есть своя территория в лесу. На бывшем пионерском лагере «Радуга» мы ставили палатки. Хотя нам говорили, что инвалиды к вам не поедут, потому что они не могут спать на земле, потому что они должны спать в специальных кроватях. На самом деле оказалось, что к нам приезжали семьями и спали в палатках, и приезжали различные люди с ментальными нарушениями, с опорно-двигательным аппаратом. Ну, вообще, мы принимали людей с любой инвалидностью. Мы когда были в палатках, первый раз поехали, думали, блин, куда, зачем, вообще, как это возможно. Мы спали на таких матрасах там и в спальных мешках. Я с ребенком, который не ходит, это вообще было что-то. Но потом мы оттуда уезжать не хотели. Это вообще классно. В лесу, в общении, там у них всякие развлекательные программы. Алексей настолько все это там готовит со своими помощниками, что наши дети оттуда уезжать не хотят. Это единственное, где дети могут быть с родителями. Потому что наши дети, хоть ему 20 лет, хоть ему 30 лет, хоть ему 2 года, они без родителей некоторые не могут. Валентина рассказывает о поездке в лагерь с воодушевлением. Но в прошлом году они с Олей не смогли туда поехать, так как не было финансирования. Сейчас общественный фонд «Перекресток» вступил в новую фазу развития. В 2013 году в 20 километрах от Кустаная на деньги японского посольства был построен центр «Хатика», как родители сами его прозвали. Сейчас это крытое, утепленное здание, которое может круглый год принимать как детей, так и взрослых с особыми потребностями на зимний и летний отдых. Была надежда, что государство откликнется и начнет помогать, не вложив фундаментальные затраты на создание этого центра. Но пока отклика не чувствуется, говорит Алексей. Сейчас вообще никакого финансирования нет. Сейчас мы работаем уже просто либо деньги ищем у бизнесменов. Есть люди, ну их не так много, но есть люди, которые готовы часть суммы жертвовать на то, чтобы провести, допустим, там хотя бы однодневный лагерь. Но сейчас такая тенденция складывается, что родители понимают, насколько это важно, и они сами организуются в сообщества такие. Мы им предоставляем бесплатно базу, они сами приезжают, сами там находимся. Ижимать, да? Да, не надо нажимать. Давай. Ты меня видишь? Угу. Привет, оператор. Матвею 12 лет. Он родился с синдромом Дауна. Но несмотря на заболевание, парень очень смышленый и жизнерадостный. Сейчас мальчик сам держал в руках камеру и записывал свою маму. Такой был договор. Сначала мы его снимаем, а потом он сам сможет попробовать себя в роли телеоператора. Мама Матвея Светлана также считает, что для полноценного развития ребенку нужен отдых на природе. Так как не финансируется это государством, этот отдых не регулярный. Но мы бы хотели, чтобы как-то государство повернулось лицом к этому вопросу. Так как дети не должны только болеть, они уже должны отдыхать. В Казахстане есть программы для особенных детей по курортно-санаторному лечению. Но попадают под эти программы единицы. Не все под нее подходят. Но Светлана считает, что реабилитацию, выезд ребенка на лечение никаким образом нельзя сравнивать с лагерным отдыхом. Это не сравнится с отдыхом. Отдыхом на природе, с общением с детьми, с обычными. Потому что приезжают и мамы с ребенком-инвалидом и берут с собой своих обычных детей. То есть это две разные вещи. Реабилитация и отдых летний. И когда ты общаешься, ты понимаешь, что ребенок, единожды съездив, допустим, на такой отдых, он потом весь год вспоминает об этом и спрашивает, а поедем ли мы в следующем году. Какие-то дети, допустим, здоровые, думают, повезут ли их на море в этом году родители. А какие-то дети ждут, а когда их просто в лес возят за 20 километров от города, чтобы там походить босиком по шишкам, вообще посмотреть, что такое посидеть у костра. Летние каникулы длятся три месяца. Три месяца дети у нас, например, соседские. Кто-то с лагеря приехал, кто-то в лагерь уехал. Мы постоянно дома. Я понимаю, что, возможно, этой проблемы не видно, потому что эти дети где-то не на глазах. Но я работал с такими детьми, которым по 18 уже лет, уже подростки, они никогда не выезжали в зимний лес. Или просто в лес не выезжали, представляете? Человек живет в своем доме или в квартире и никогда оттуда не выезжал. Мамы особенных детей вместе собираются очень редко и зачастую небольшими компаниями. В основном общение происходит в сообществе Кустанайский клуб для родителей особенных деток, в социальной сети Одноклассники и в мессенджере WhatsApp, который создала и курирует Ольга Михайлова. Привлекли в сообщество и специалистов по работе с особенными детками. Это логопеды, дефектологи, массажисты и педиатры. Сейчас у родителей особенных детей скопился ряд вопросов, которые они хотят вынести на областной уровень. Один из наболевших вопросов касается спецтехники для детей-инвалидов, предназначенной для зимнего периода. Никто не берет во внимание то, что в Кустанайской области зима у нас по факту длится с октября по апрель. Полгода зима. И в перечной спецтехнике нет спецсанок. Зимой на колясках передвигаться детям невозможно. Нужно передвигаться на санках. А спецтехники санки для детей с ограниченными возможностями, их в принципе нет у нас в Казахстане в природе. Их вообще нет. Их вообще нет, да. Благодарительная и общественная деятельность Ольги Михайлова началась несколько лет назад. Когда она находилась в декретном отпуске, к ней за помощью обратилась ее знакомая, дочка которой остро нуждалась в лечении. Тогда благодаря Ольге и другим волонтерам было собрано около 20 тысяч долларов на лечение ребенка за рубежом. К сожалению, девочку не спасли. Но Ольга решила на этом не останавливаться и продолжила помогать людям и дальше. Два года назад с Олечки сняли размеры. И как спецоборудование им были положены ходунки. Это что-то наподобие вертикализатора, то есть чтобы Оля могла собрать. Нет, давайте я сейчас открою. Через два года они получают ходунки по тем размерам, каких размеров Оля была два года назад. То есть ребенок растет. Во внимание это никто не принимает. И присылают ходунки на 8-летнего ребенка, когда ребенок уже 10-16 лет. Но это смешно. Сейчас ходунки переделали. В других подобных случаях родители просто отдают или продают спецоборудование в другие семьи. Но на этом проблемы не заканчиваются, а только начинаются. Как-то немножко надо глубже. Может быть, не знаю, кто принимает эти законы, может быть, с мамами надо контактировать. Потому что обратной связи нет. В качестве эксперимента меня добавили в группу родителей особенных деток в мессенджере WhatsApp. Мы попросили, чтобы мамы делились с проблемами, с которыми они сталкиваются. Буквально за несколько дней я прочитал более тысячи сообщений. И проблем действительно очень много. Есть типичные, касаемо специальной информации, оформление документов или покупки медикаментов. Есть индивидуальные вопросы, которые касаются конкретных заболеваний. Другие просто делятся достижениями своих детей. Для многих родителей этот чат является некой одушиной, спасением. И вопросов действительно больше, чем ответов. Я не могу работать. Потом у меня не будет никакого стажа. То есть, когда моему ребенку исполнится 18 лет, пособия мы получать уже не будем. Я должна буду выйти на работу. На работу я выйти не смогу, потому что ребенок сам себя не обслуживает. И получается, мы остаемся без дохода. Нас очень всех беспокоит вопрос с постоянными сбоями на лекарства по бесплатным рецептам. Они очень дорогие, и мамочки вынуждены обращаться за помощью к общественности. А эти все лекарства жизненно необходимо вовремя давать нашим деткам. Зачастую нет не только бесплатных препаратов, но и препаратов на платной основе, жизненно важных для наших детей. И купить по нашим казахстанским рецептам в России не всегда бывает возможным, в зависимости от тяжести препарата. Хотелось бы полного обнародования прав и льгот для детей-инвалидов. Мы их не знаем, а рассказать нам их никто не считает нужным. Да-да, вопрос о правах, которые должны иметь инвалиды, закрыт, и все о нем молчат или умалчивают. Полнейшее отсутствие информации. Они, бедные, не знают, куда пойти, куда стучаться, в какие двери вообще. Они не знают ни своих прав, они не знают ни льгот, ничего абсолютно. Мы прошу сейчас те родители, кто попали к нам в группу, и мамы делятся информацией между собой. Вообще, очень большая необходимость создания такой информационно-консультационной базы, такого сайта, который содержит полную, полнейшую информацию. У Мансура редкое врожденное заболевание – хондродистрофия. Для больных этим недугом характерен непропорциональный карликовый рост. Как рассказывает мама мальчика Аделя, в Кустанайе с диагнозом хондродистрофия всего 5 человек. Сейчас по этому заболеванию Мансур не получает никаких льгот, ни санаторного лечения, ни бесплатных лекарств. Мальчик даже не может получить реабилитационного лечения, так как это заболевание не значится в общем государственном реестре, говорит Аделя. У нас еще сопутствующие заболевания – это гидроцефалия. Вот по этой гидроцефалии мы ездим, в основном все ездили, в Кустанайе можно на реабилитацию. Да, да. А по основному, по генической у нас получается, ахондродистрофия называется. У нас ничего нету по этому заболеванию. У нас в Кустанайе ни памперс, ничего не получаем, получается. И ни ПР не дают нам. Просто инвалиды соформили и все. Решение многих проблем мамы видят в создании специальной комиссии, куда могут обратиться родители детей с ограниченными возможностями. В комиссию должны войти не только представители власти, но и сами родители особенных деток. Я предлагаю в эту комиссию представителя одного или несколько от родителей. Вот тогда это будет работать. А если опять-таки это будет верхушка всех этих организаций, мы придем к тому, с чего начинали. Когда говоришь вот это, вот это, вот это, они даже порой не знают, что есть такая проблема. Правда, люди сверху, вот, ну, я в своей работе связывалась. А чаще всего вам скажут, радуйтесь, что вам дали хотя бы это, и все. Да, хоть я отвечаю. Очень наболевший вопрос, по словам родителей, касается этики врачей в поведении с мамами особенных детей и с самими детьми. Никто из собравшихся не захотел детально говорить на эту тему. Боятся, что это скажется на их ребенке. Но каждая мама с подобными проблемами сталкивается постоянно. Все и боятся понимать этот вопрос, что они боятся, что потом не получат должного лечения, не получат должного ухода их дети. Поэтому никто озвучивать не будет его из-за того, что они не знают. Как решать? Вот все послушали, покивали, опустили головы, и никто не будет об этом говорить. Светлана рассказывает, что в обществе еще остались предрассудки. Некоторые люди держатся стороной детей с ограниченными возможностями, особенно со сложными диагнозами, такими, как ДЦП или аутизм. Родителям детей-инвалидов Светлана советует идти на контакт с обществом. В первую очередь не закрываться, быть открытым обществом, развивать ребенка так же, развивать, как и обычного ребенка. Оле есть мечта. Она хочет поехать к тете на Черное море. Поэтому девочка сейчас старается научиться лучше ходить, чтобы в поездке маме было легче. Не нужно паниковать, не нужно быть пессимистом. В общем, надо быть оптимистом по жизни. Ну, делать все возможно. Например, мы делаем все возможно из очень тяжелого ребенка, в которого никто не верил. Но вот мы достигли, я считаю, что больших результатов. Поэтому здесь главное верить, стойко идти, стойко добиваться побед. Побед! Катя, пойдем! Так. Так. Вот, наши ступеньки любимые. Давай вот. Которые мы действительно... Оп! Можем развернуться. Какие способы мы добираемся? Подписывайтесь! Продолжение следует...